Итак, всех приветствую! С вами я, Алексей, вы смотрите YouTube-канал Парадим. Мы в гостях у очередного моего подписчика. В принципе, можете считать это обзором также аккаунта, ну, беглым таким себе. И мы обозреваем сегодня Мидзуки. Вы скажете, а почему ты не на своем аккаунте обозреваешь? А я отвечу, что я его не... Кстати, странно, что у него не открыта вообще вот эта вот ячейка. А что это такое? Я не понял. Странная ячейка. Я такой у себя вроде бы не видел. Или я уже забыл. Ну, в общем-то, что я хочу сказать, что у нас не хватает там то ли 5, то ли 10 фрагментов. И, в общем-то, я не собираюсь его докупать, потому что он не такой уж и важный ниндзя. А тем более, что у меня есть заботливые подписчики, которые мне могут его предоставить. На обзор. Но, тем не менее, то, что он для меня нехорош, это не значит, что он вообще нехорош. Давали его варенье 3х3, которую я сейчас показать не могу, потому что она закончилась. Также его у нас можно получить вот здесь, где-то... Ой, стойте. С Нови Крисмас вот здесь вот, по идее. Вот, как вы видите. Вот, как раз он докупил 5 фрагментов. Но я один день отсутствовал, поэтому мне нужно 10 фрагментов докупать. Естественно, я этого делать не буду. Значит, такой вот чувак. Также в рулетке его там немножко давали, в бесплатной. Как вы видите, он стоит немножко дешевле, чем фрагменты Кушины Хабанера. А как вы понимаете, блин, Кушина гораздо полезнее, чем он. Потому что он коллекционный, скорее, ниндзя. И так, вот так вот он выглядит. И давайте же посмотрим характеристики, параметры. Прости, я изменил тебе команду. Ну, типа, чтобы обозреть. Потом поставишь обратно. Значит, где тут он? Где тут он? Вот он. Мизуки. Капец. Один из первых персонажей, которых мы видим в Наруто. Итак, смотрим. Главная билка. Кстати, главная билка уже неплохая. Значит, дабл шурикенс. Двойные сюрикены. Тай и нин. Мгновенно. Без стихий. Наносит урон. И прерывает. Выбранного юнита. И всех юнитов противника, которые помечены. Выбранный юнит также. Короче, опрокидывает выбранного юнита также. То есть, начинает комбо на выбранного юнита и прерывает его. А также наносит урон и прерывает всех, кто помечен. Я хочу сказать, что эта билка похожа на билку Минато Хакайя. По сути, это так оно и есть. Только выглядит по-другому. Вот этот вот Мизуки, это Минато Хакайя, да. Тоже во втором раунде запускается. Тоже 20 чакры стоит. Разве что перезарядка у него меньше, чем у Минато Хакайя. Но у Минато Хакайи еще есть одно большое преимущество. То, что у него атака постоянно повышается с каждым раундом. И также у Минато Хакайя фактически два раза за раунд она повышается. За счет того, что у него такая особая билка ставить метки и так далее. То есть, но именно мистер скилл, мистер скилл, у него по действию, по типу действия, как у Минато Хакайя. Так что это не так плохо на самом-то деле. Хотя сейчас это уже и устарело. Тот же Нарута Ашура, он может спокойненько себе интераптить без меток. А Эдаминато, он сам ставит метки одновременно и дамажит тоже. И даже без меток может дамажить. А с метками еще больше дамажит, потому что это свойство меток увеличивать урон. Потому, кто помечен. Значит, атака Куная. Куная. Значит, Тайзюцу чистая атакует юнита противника напротив себя и ставит метку с определенным шансом отбрасывания. Причем метку ставит, я так понял, гарантированно. То есть, если напротив вас он атакует ниндзю, который уязвим к дебафам, то он будет ставить на него метку и при этом обилку его главную вы можете направить на кого-то другого. И он будет дамажить минимум двух юнитов, а не одного. И прерывать. Интересно. Интересно. Не помню, Минато тоже так делал или нет? Он тоже своей автоатакой ставил метки. По-моему, да или нет. ХЗ. Здесь на этом аккаунте Минато Хакаги нет. У меня на моем аккаунте есть, но я как-то не обращал внимания. Давно его не использовал. Значит, атака сюрикена. Значит, Тайзюцу чистая, опять же, интересно это. Чизится и атакует опрокинутого юнита и отбрасывает. Да. И может чизится два раза за раунд. Ну, самый обычный чиз, в принципе. Кнокдаун и репульс дважды. Норм, в принципе, норм. Субститюшн. Субститюшн, короче, техника замены. Большой шанс уклониться от главной абилки, стандартной атаки, чиза и другого, что направлено на этого юнита. И может быть произведено только раз за раунд. И на самом-то деле, High Chances это 85% шанс. Так что это не так плохо. Это чуть ли не больше, чем у Ируки или что-то вроде того. Значит, Ратлэс. Ратлэс, смотрим. Этот ниндзюцу и атака данного юнита увеличивается на 5% за каждого поверженного ниндзя на поле. То есть, я так понял, вне зависимости от того, наш или чужой. Если кто-то на поле умирает, то у этого атака повышается. Ну, это, я так понял, замена абилки Минато Хакаги. То есть, Минато Хакаги, он постоянно повышает свою атаку. А здесь вот, типа, если хочешь повышать свою атаку, то убивай вражеских ниндзя. Но, как вы понимаете, просто повышать атаку гораздо легче, чем убивать ниндзя для того, чтобы это сделать. Поэтому, собственно, с Минато он не сравнится. И функция его сейчас это просто это, быть красивым коллекционным ниндзей. Но для новичков, для каких-то сойдет. Потому что новички, как бы, у них, у кого ашуры нету, там еще чего-то, проходить миссии. То есть, проходить всякие миссии, одиночные и так далее, сюжетку проходить. В принципе, этот ниндзя будет неплох. И, чё, давайте посмотрим поближе. У него мало очень плашек. Он стихия огня, значит. Он мужчина. И он коноховец. Мужчина, кстати, мужчины бафаются этим. Наруто трансгендером. Да, Наруто секси джутсу бафаются теперь мужчины. Поэтому я так буду и говорить. Наконец-то добавили кого-то, кто бафает мужчин. А не только женщин. Женщин много, кто бафает. И в прямом переносном смысле. Значит, коноховец бафается и рукой. Забавно. Мне казалось, и рука ж, по-моему, угоманивал этого мизуки. Или же нет. Это Наруто угоманивал этого мизуки. Ну, в общем-то, и рука ему помогал. Но при этом и рука его бафает также. Интересно. Значит, что еще? Вот его характеристики. То есть, атака высокая. Ниндзюцу низкая. Самое, что логично. Значит, резистанс дефенс одинаковый. Рост, точнее их. Ну, и давайте посмотрим. Вот, конечно, с Сашурой не сравнится. С Келлером Би тоже. Но он же не прокачанный совершенно. В общем, я бы сказал, что Хеллс Гроуд не такой уж и маленький. Такой себе средненький. Атака, в принципе, неплохая. Ну, и давайте уже посмотрим, как оно выглядит все в бою. Я тут подобрал небольшую команду. И не забывайте, что метки, как бы, сейчас метки ставить не так уж и трудно. Ну, конечно, трудно ставить метки на того, кто не уязвим к дебафам. Но если противник уязвим к дебафам, то метки можно вполне себе ставить. Значит, смотрите. Можно вот так вот. Бабах. И, как вы видите, он троих бьет. То есть, одного от того, на котором метки нету. И двоих, на ком метка есть. Одну из меток он сам может поставить. Одну из меток, например, вот Хидан может поставить. Кстати, они получаются неплохо комляться. Также не забывайте, есть одна хитрость. Вы можете ставить метки при помощи Пакуна. То есть, Пакун прокачанный ставит метки, а следовательно, на всех. На всю команду противника. Это может быть выгодно, как в сюжетке, так и в ПВП. Благодаря этому можно как Хакаги юзать, так и этого чувака. Я, кстати, тоже юзал Хакаги. Минато. Когда, типа, не так... Были еще в командах ниндзя уязвимых дебафом. Когда были, тогда я юзал. И, в общем-то, Пакуна я использовал с ним. И вот, как вы видите, здесь тоже можно его использовать. Вполне себе. Да, и вот, кстати, интераптит он. Ну, в общем-то, вот такой вот ниндзя. Кстати, а мы его чиз видели. Вроде чизится, да, вот. Он кидает сюрикен, короче. Все это быстро происходит. И, смотрите, всех интераптит, наносит урон. Давайте проверим еще, когда он кого-то убьет. Если он вообще это сделает. Так. И че, он повысил свою атаку? Не заметил я. Не заметил я, чтобы он повышал свою атаку. Видимо, когда ваши ниндзя умирают, тогда он повышает атаку. Потому что, когда противники умирают, я не увидел. Давайте попробуем еще вот на такой штуке. Тот. А количество поражаемых не ограничено. Но, как вы видите, как минимум 5 юнита он может поразить своей билкой. То есть, больше одной команды. Сколько меток сможете поставить, столько он и будет атаковать. Как вы видите, от первого билки он уклонился. А у него то ли ослепление, или это у ГГ ослепление в чизе. По-моему, у ГГ все-таки ослепление в чизе. Да, да, это у ГГ. Блин. Да, вроде не повышает, да. Он, в общем, будет повышать только, только когда ваше будет умирать. Ну, в общем, показывать я это не буду. Как вы видите, вот такой вот ниндзя. В принципе, тоже декоративный в основном. Хотя, хотя... Конечно, билка у него не такая уж и плохая. Именно вот главная билка скопирована с Минато, только выглядит по-другому. Что очень даже прикольно. Ну, правда, кстати, Минато... Ааа, не. Не, слушайте. Нет-нет-нет, все не так. Минато, он не дамажит же всех, кто под этой... Под меткой. Я почему-то ошибся. Его обилка должна применяться на метку. Блин, какой я идиот. Ладно. Типа, его обилка должна применяться на метку. А он потом ставит на всех остальных метки и дамажит их. Ну, да. То есть, здесь, конечно, посложнее. Здесь, как у Курзатхидана. То есть, у Курзатхидана, только у Курзатхидана у него, в общем-то, автоатака работает. А здесь, как бы, обилкой наносится урон. Но, в принципе, похоже. Похоже, похоже, похоже. Оставит метки, он главная обилка. Ну, не знаю, как-то... Вот, у обычного Хидана тоже похоже. То есть, но только у него ограничено, насколько я помню, двумя этими юнитами. Да. Immune to Interruption. Короче, двоих. Дамажит. Хидан двоих дамажит. А этот мне ограниченное количество. Обилкой. Да, то есть, фактически, вот этот чувак, это очень сильно улучшенный обычный Хидан. Кто-то мне рассказывал, что Хидан, короче, он такой суперкрутой. Типа, обычный он много урона наносит. Нифига он не наносит. Курзатхидан в сто раз лучше, чем обычный. И, типа, всего лишь по двум юнитам дамажит. Три перезарядка. И, кстати, он не интераптит скиллы, да. То есть, ну, это вот такой вот смесь Хидана и, не знаю, Минато Хакаги, чего-то такого. Довольно-таки действительно особая обилка. Мне почему-то казалось, что такая обилка у кого-то есть. Может быть, она действительно у кого-то есть? Вот скажите. У кого есть обилка, которая дамажит, как бы, по тем, кто под меткой. И при этом, типа, интераптит. Как по мне, это все-таки первый ниндзя подобный. Именно вот, чтобы она именно так работала, это первый ниндзя. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Давайте других ниндзя, которых я не обозревал на обзор. Всем пока-пока.